И вот то самое место, где я вам нахожусь. И вы думаете, куда Леша-то приехал? А Леша приехал куда? Леша приехал на юго-восточную часть города Магнитогорска. Дальше практически ничего нет. Ну, дальше есть там, естественно, рэп и все остальное. Ну, это далеко. Это называется... Мы куда приехали? Мы приехали на бульвар Сиреневый. Вот, бульвар Сиреневый, первая часть. В смысле, это называется, где мы находимся. Мы находимся там, где начинается бульвар Сиреневый. Через метров, наверное, 150 отсюда Урал протекает. Точнее, его часть, которая потом идет в сторону Агапки и в сторону Ровчатки. Для чего мы сюда приехали? Мы вам как-то здесь говорили о том, что здесь супер место. Здесь делаются ваши автопатические коробки. Но здесь и не только вы себе можете коробки сделать. Вы себе можете восстановить автомобиль полностью. Но сегодня мы поговорим не только об этом. Потому что здесь, здесь, с правой части, то есть с левой части объезжаете, справа от меня это будет, вы можете машину помыть. Цена вопроса. А вот давайте мы сегодня и об этом с вами переговорим. И вот так потихонечку мы стали раскручивать новую станцию по ремонту ваших автомобилей. К слову, о станциях других. Да не будем говорить. Это ваше право. Ваши листовки и ваши газетки. Но вам это понять надо. Круче телевидения нормального телевидения не бывает. И мы вам в прошлый раз рассказывали об автоматах. Тема, конечно, интересная. Но по сути автомат это суть станции. Но перед этим вообще-то машинку необходимо помыть. Теперь результат. Город Магнитогорск. Красивый город, в котором должны эксплуатироваться чистые автомобили. Но где же их мыть то? А мы вам предлагаем мойку, расположенную здесь же. Теперь о ценах. Цены не кусаются. И с такими можно мыть машину после любого катания по лужам. Или после поездки за город. А за городом, извините, дороги солят. У нас очень отличная химия. Мы, знаете, можем предложить большой спектр услуг. Также к нам в услуги входит трехвазная мойка. Это у нас как делается? Сначала наносится у нас обычный автошампунь. Взбивается грязь. Затем наносится наношампунь. Он отличается тем, что наносит защитную пленку на кузов. Препятствуя этим водоотталкиванию влаги. И затем наносится вот такой у нас компания ГРАС. Наносится жидкий воск. Это конечный этап мойки трехфазной. Я, конечно, понимаю, что это денег стоит. Но не таких больших, я так понимаю, да, Вит? Нет, это совершенно недорого. Всего 170 рублей стоит у нас трехфазная мойка. То есть трехфазная мойка 170 рублей. А, по-моему, это халява даже. Ну да, я с вами согласен. Тем самым клиентам нравится. А теперь мы поговорим о том, что вот здесь находится. Да, уксус. Я сейчас объясню ситуацию. Дело в чем заключается? Вот мой брат, который сейчас держит камеру, он тоже приезжает на своей машине. И туда, куда ездить-то и не надо. И мы работаем в городе Металлургово, да? В городе Металлургово можно машину поставить так, чтобы потом ее не отмыть. Правильно? Вот так-то. Чем это все дело отмывается? Мы это все дело расскажем и пускай все это дело покупают. Нам-то какая разница? Мы все равно деньги правильно заработаем. Чем все отмывается, вот эта грязь? Вот, смотрите, машины стоят, допустим, возле территории комбината. Там очень большой осадок идет на кузов, на стеклах. И вот именно для стекол применяется эта уксусная кислота. То, что налет образуется на стеклах от всей химии нашего завода. И вот этим самым средством мы очищаем стекла для того, чтобы нанести жидкое стекло. Кузов придется полировать? Полировать. Полировка, да, конечно, у нас будет, у нас имеется в ассортименте для светлых автомобилей и для темных. Полировка. Да. Так вот, мы находимся в восточной стороны. Естественно, здесь вы ничего не увидите, но здесь вы можете сюда заехать и машинку здесь помыть. Потому что замечательные три бокса. Причем тут может быть и не три бокса, можно и побольше туда загнать. Но вам-то зачем? Вы сюда приехали, машину здесь помыли, спокойненько отдохнули. В замечательном месте выезжаете отсюда на нормальном чистом автомобиле. Да, это классно. Дешевле, чем в Турции, не вашими руками моют машину. А еще и наносят жидкий пластик. Нам вообще понять-то надо. Наши машины, по сути, круче и чуть-чуть не дотягивают до немцев. Хотя понять-то надо. Наши продаваемые автомобили круче немцев. А то везде говорят, что покупка машины от немцев результат. Кстати, для тех, кто может купить себе иномарку. В смысле, даже те, кто может себе позволить то, что ездит у нас. Несколько замечательных советов от того, кто работает с коробками. Ну, всегда нужно следить за пробегом. То есть, это самое главное. Вовремя менять масло, вовремя менять фильтра в автомате. Ну и следить, не газовать, не убивать коробку. Еще раз скажем, не надо газовать, во-первых, да? Не газовать ни в коем случае сильно нельзя. Они, автоматы этого боятся. Горят фрикционы, горят клапана, горит проводка. И вследствие этого происходит поломка. Это для тех, кто не понимает, что на автоматах нельзя гонять. Просто объясняем, да ведь? Можно спокойно ездить и спокойно ее эксплуатировать, правильно? Да. Можно спокойно ездить, если хочешь гонять. Ну, купи себе на механике хорошую спортивную машину. Автомат придумали для того, чтобы человек отдыхал и ехал спокойно, размеренно, не торопясь, для удобства. Мы можем сделать ревизии старой коробки, можем привезти контрактную коробку, либо установить новую. То есть, это по желанию человека уже. А, то есть, вы их еще ремонтируете, я так понимаю? Конечно, мы ремонтируем, проводим полную ревизию. Понятно. Это к тому, о чем мы ранее говорили. То есть, вы настоящие специалисты? Да, мы настоящие специалисты, но занимаемся этим, есть обученные люди, которые понимают в этом и делают. Но вы же не только коробки делаете, вы можете и двигатели сделать, правильно? Любые двигатели, вплоть от карбюратора и до самого сложного инжектора. То есть, мы говорим про то, что вы супер специалисты? Ну, супер не супер, у всех бывают ошибки, у всех бывают нюансы, но стараемся. И вам понять-то надо. Вы купили бэушную машину. Да, это не новинка. Но, чтобы не попадать, проверьте ее. Конечно, вариант хорош, и вы получите выгоду. Но вы понять-то должны. Вы купили коробку автомат, и у вас должна быть 1000 долларов на ремонт. Если нет, заедьте сюда, поменяйте масла. Специалисты определятся с коробкой, и вы будете ездить и дальше. И вообще, всем надо грамотно понять, как делается нормальная раскрутка любого сервиса. Ну, а как бы вы хотели? Понятно, куда приехать надо. Другого варианта и нет. При этом цена вопроса. Цена вопроса не высока. Вы сюда приезжаете, моете машину. При этом не только моете машину, вы еще и облагораживаете. Кстати, другой вариант. Если что-то сломалось, то же самое делайте. Причем, вот только здесь вы и делаете коробки автомат. Потому что другого варианта и нет. Здесь все делается. Итак, место, место, где я нахожусь. Попрошу прощения, сейчас будет немножко темновато. А вот сейчас станет гораздо лучше. Потому что мы находимся на бульваре Сиреневом. Первая часть, первое строение. Другого места-то и нет. Сюда приезжайте, делайте свой автомобиль. Замечательным образом его восстанавливаете. Это если что-то сломалось, да? Коробки и все остальные дела. Но еще и это правило. Приедете сюда и просто машину помойте. Продолжение следует...